Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Технологии для бизнеса». С вами в студии работает ее ведущий Василий Богданов и Александр Приколота. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях генеральный директор Education First Эдуард Балдаков. Здравствуйте, Эдуард! Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о технологиях обучения иностранным языкам. Редкая тема, вообще первый раз мы ее обсуждаем. В связи с этим, когда мы готовились, ну не готовились, а видели, что у нас будет такая тема, я вспомнил в одном из рассказов Михаил Виллер написал, что в советское время нас учили иностранным языкам конкретно, чтобы мы их не понимали и они нас не понимали, чтобы четкий барьер стоял. И действительно, там пять лет в школе, пять лет в институте, нифига говорить не можешь. А мир становится глобальным, и компании, которые хотят в этом мире жить, развиваться, вот нужно знать языки, причем не только относительно простые, такие как английский, но и китайский, и все остальные прочие. Вот. Сегодня поговорим об этом, как подготовиться к иностранной выставке, как там, не знаю, сотрудников обучить без отрыва от производства с минимальными затратами. Но сначала, Эдуард, несколько слов о компании. Василий, большое спасибо. Два-три слова компании EF. Наверняка вы знаете бренд English First. Да, знаю, да. English First является частью нашей... Я, кстати, так и подумал, когда увидел EF, наверное, думаю, English First, а нет, Education First. Да, абсолютно верно. English First является частью нашей большой семьи EF. Education First – это шведская компания, основана в 1965 году. Сейчас это глобальная корпорация, крупнейшая частная образовательная компания в мире. У нас порядка 30 тысяч сотрудников, более 50 стран в присутствии. Это большой бизнес, да. Более миллиона студентов каждый год повышает свою квалификацию вводения языка в помощь. Я так понимаю, что у вас есть и частные слушатели, которые занимаются в классах, но и корпоративные? Мы учим и детей, и молодежь, и школьников, и корпоративных клиентов, и государственных органов. Вот давайте тогда... Вот, кстати, про государственные органы тоже интересно. Про государственные органы и про корпоративных клиентов. Вот в чем здесь проблематика, что вы видите? То есть, тоже один мой коллега говорил, что тоже он языками занимается. Он говорит, что проникновение иностранного языка, конечно, в России мы катастрофически отстаем. Если в Индии каждый человек, учащийся в школе, автоматически изучает, в Китае тоже изучают, то мы что-то как-то вот... Ну, Василий, не все так плохо, на самом деле. Мы каждый год оценим уровень вводения языка жителям тех или иных стран, наиболее развитых, с точки зрения развития компетенции, связанной с английским языком. Поскольку английский язык в современном глобальном мире это и доступ к информации, и возможность коммуницировать с внешней средой, да, то есть общаться с внешней средой. Уровень вводения языка россиянами повышается каждый год. Два года назад, когда мы проводили такое исследование, из 44 стран, в которых мы проводили исследование, более развитых в глобальной экономике, Россия находилась на 32 месте. В этом году из 52 стран, в которых мы проводили исследование, Россия уже находится на 29 месте. То есть, в принципе, уровень вводения языка растет. И россияне, мне кажется, поняли, насколько важен язык не только для собственного развития, для карьерного роста или профессионального развития. Это в большей степени ориентированные детей. Потому что будущие детей сейчас уже сложно представить. Да, да, да. Уже понятно, что мы живем в глобальном мире. А вот, возвращаясь тогда к корпорациям и госорганам. Вот какая там ситуация и каковы потребности бизнеса? Бизнес внезапно там говорит, ой, ребята, мы там открываем филиал, или собираемся ехать на выставку в какую-то другую страну, или что-то еще. Или вот там партнеры заинтересовались. Или это планомерная работа? И как вообще все это построено по вашему опыту? Кто ваши клиенты? Что они хотят? Ну, я бы, наверное, разделил вопрос на несколько частей. Предыстория, существующий, скажем так, статус и будущее. То, что нас ожидает наш российский бизнес. Вы правильно отметили, что с точки зрения предыдущего опыта обучения персонала в компаниях, это носило несистемный характер. И традиционно россияне хорошо знают пассивные навыки вводения языка. Вот нас традиционно в школе учат хорошо читать, писать, воспринимать, может быть, на слух. Но сейчас в современном мире английский язык, это прежде всего разговорный язык, так называемый активный язык. Когда вам приходится общаться, воспринимать речь на слух и говорить своими собеседниками. И в этой компетенции, конечно, россияне отстают. Потому что наша экономика, наш бизнес существует последние 20-30 лет. А до этого мы... Ну, в замкнутом, закрытом мире. Абсолютно. Были ориентированы традиционно. Из этих 20-30 лет все равно более-менее стали Россия входить в глобальный рынок только лет 10, наверное. Абсолютно верно. И, конечно, последние 5 лет, наверное, лидер российского бизнеса все чаще-чаще задумывается о будущем, о будущей экспансии региональной, о покупке новых активов за рубежом. То есть, эта тенденция, она просто прослеживается. Хорошо. Какой практический, как сказать, смысл это приобретает в компаниях? То есть, что, нанимают преподавателей для топ-менеджеров, там, создают какие-то избранные группы. Вот как это все происходит? Ну, традиционно, если мы говорим про... А, сейчас, еще, еще, Эдуард. Вот это вы звоните в компанию и говорите, ребят, у вас там... Мы тут провели тест, позвонили, поговорили на английском языке, никто из секретарей не смог ответить, давайте мы вам проведем занятия. Или они обращаются? Вот вы там... И так, и так. Конечно же, жизнь заставляет, особенно крупнейшие российские компании или международные компании, которые присутствуют на российском рынке, заставляют повышать уровень вводения языка своих сотрудников. Потому что нужно общаться с внешним миром, нужен доступ к современным знаниям. 80% все знания человечества на английском языке. Да, то есть, можете себе представить. Ну, в качестве еще одного примера, там, да, представь себе... Я не знал такую цифру, да. Вклад российской науки, наука сам по себе, это уникальная сфера, где каждое новое открытие заставляет, является катализатором новых открытий. Вот вклад российской науки в общей кладезь знаний и открытий составляет менее 5%. Ужас какой. А мы-то привыкли гордиться? У нас замечательный задел, фундаментальный, там, да, в области науки, технологий. Но в современном мире нужно иметь доступ к современной информации, к современному открытию, чтобы на основе этих знаний создавать какие-то новые достижения. И это связано как раз с языковой компетенцией, потому что наши ученые, наш бизнес не говорит на английском языке. То, что в этом есть потребность, лидеры бизнеса прекрасно понимают и поэтому инвестируют в обучение персонала. Как правильно обучать? Вот, да, да. Переходим к вопросам, как? Ну, здесь ничего, скажем так, нелогичного нет. Традиционно мы рекомендуем компаниям ответить на первый вопрос, кому нужен язык. Нет смысла обучать весь персонал компании по английскому языку. Есть смысл выбрать те категории персонала, кому язык нужен в ежедневной активности, с точки, где не касается бизнес-функций. Традиционно, может быть, отдел продаж, отдел маркетинга, операционный отдел, инженера. А можете как-то сегментировать, вот из каких отраслей компании сейчас в большей степени обращаются за иностранными языками? Ну, мы сейчас видим огромный всплеск интереса в финансовом секторе, в транспорте и логистике. Айти традиционно у нас, у нас есть клиент Касперский, в лаборатории Касперского. Им с самого начала приходится конкурировать не с локальными игроками на рынке, а с глобальными компаниями в силиконовой долине. И, конечно, уровень в один язык – это просто прямой конкурент преимущества для компании. Подождите, подождите. А вот тут как получается? Или компания хочет осуществлять международную какую-то экспансию – это одно, но как-то у нас пока еще не особо много. Или она хочет взаимодействовать? Представляете, как много компаний сейчас рассматривает региональные экспансии. Ну, в качестве примеров, например, лидер российского бизнеса госкорпорации – Сбербанк. За последние 12 месяцев куплено 8 крупнейших банков в Восточной Европе, в Турции и так далее. Как управлять этими активами? У них активов два года назад было на 1 миллиард за рубежом. Сейчас на 50 миллиард долларов. Управлять такими активами без, скажем так, языковой поддержки, без понимания кросс-культурных особенностей тех или иных рынков, с помощью своих собственных сотрудников, которые работают в этих банках, невозможно. Поэтому Сбербанк несколько лет назад запустил программу подготовки кадров, которая сейчас успешно реализуется с нашей помощью и позволяет им эффективно управлять, интегрировать эти знания, эти технологии банковские материнской компании. Ну и наоборот, управлять более эффективным бизнесом. — Правильно ли я при этом понимаю, что компании нуждаются в неком специфическом виде языка? Потому что если есть портовый ингридж, на котором всегда можно объясниться в магазине, в транспорте, в гостинице, а есть же специфические научные языки, какие-то медицинские. — Индустриальные терминологи. — Здесь, знаете, Василий, очень важно понимать то, что мы в любом случае используем в своей лексике, в своем общении с коллегами, с партнерами за рубежом бытовой язык. — Ну, само собой, да. — И, соответственно, уровень вводения языка подразумевает, что на 80% вы хорошо вводите бытовым языком и на оставшиеся 20% индустриальным и бизнес-языком. Умением вести переговоры, умением общаться по телефону, умением проводить встречи, управлять персоналом. Или связанность с терминологией индустриальной. — И по Вашей оценке, все-таки какая сейчас ситуация в бизнесе? Компании заказывают прямо вот начиная с базового разговорного языка, или все-таки они больше специфически приобретают навыки? — Я думаю, компании, конечно, интересуются в совокупности, потому что невозможно повысить уровень вводения языка сотрудников только в одной компетенции, например, в банковском английском. Потому что без обычного языка, без достаточного уровня вводения языка невозможно использовать эту терминологию. — Хорошо, еще такой вопрос. Является ли, с Вашей точки зрения, сегодня вот эта услуга обучения иностранному языку такой, поскольку Вы упомянули государственных клиентов, которая является, как это называется-то, коммодитизированной, которую можно заказать по тендеру, объявить, что, ребят, какая разница, преподаватель, он и преподаватель. Любой вуз может подготовить. В чем здесь специфика этого бизнеса? Ведь языковых курсов, ну, их полно. Индивидуальных преподавателей огромное количество. При каждой высшей школе обязательно есть кафедра иностранного языка, которая тоже подрабатывает и оказывает услуги. При бизнес-школе уж тоже само собой. Вот какая здесь ситуация? — Ну, Вы правы. Есть традиционный способ повышения квалификации языка. Когда нам нужно учить 5-10 человек компании, можно обратиться в любую организацию, которая, скажем так, обучает сотрудников языку. Наша компания специализируется на массовом обучении, когда нужно сотни, тысячи, десятки тысяч сотрудников обучить в короткие сроки с карантинным результатом. Здесь, знаете, еще одна фундаментальная проблема возникает в российском бизнесе и в тех процессах в области HR, скажем так, управления персоналом, когда компания относится к процессу обучения как к некому бесконечному процессу. Просто вкладываются деньги по привычке. — Ну, разве так еще много и так делают, да? — Вы удивитесь, Василий, как много компаний рассматривают обучение языку как некая политика компенсации и бенефиций, да? То есть, когда человеку представляется возможность пойти на фитнес или выучить язык. — Ну, нет, с фитнесом тут я понимаю. Да, ты каждую неделю три раза ходишь, тут как раз все понятно. А с языком-то я всегда думал, как и со многими другими видами знаний. Ну, как, есть некий уровень. Ты должен сдать вот там тест, да, и показать свое знание. Ну, а дальше потом просто иди, практикуйся, чтобы он не терялся там. — Ну, я возьму, что вы абсолютно правильно рассматриваете эту компетенцию, потому что… — Потом, извините, они же Ваш KPI должны замерить. Они же должны Вам оценку поставить и решить, платить или не платить дальше. А бесконечно, что это за история такая? — Ну, вот мы как раз пропагандируем конечность обучения, когда четко поставлена цель, когда есть начало, когда есть простой, скажем так, транспарентный, да, то есть прозрачный процесс обучения, и есть конечный результат, после которого обучение заканчивается. — Получается? — Нет, у нас получается. Просто практика показывает, что большинство российских компаний по-прежнему рассматривает процесс обучения как бесконечный. — А, смотрите, вот тогда мне непонятно, если Вы говорите, что в этом проблема, какая же проблема? Так для Вас счастье, ну, Вы же коммерческая организация, Вы оказываете услугу, Вам заказывают бесконечное количество человеко-часов там, не знаю, обучения, ну, и радости, а что плохого-то-то, да? Но я попрошу Вас ответить на этот вопрос, как устроен вот бизнес и в чем его противоречия, да, после небольшого перерыва, потому что сейчас у нас, дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, продолжаем «Технологии для бизнеса». В студии ведущий Василий Богданов, это я и Александр Приколота. — Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях генеральный директор «Education First» Эдуард Балдаков. — Да, еще раз здравствуйте. На самом интересном моменте остановились, как, с одной стороны, заработать денег побольше, с другой стороны, все-таки держать марку и выдавать продукт, да? Значит, вот Вы сказали парадоксальную для меня вещь, что есть, оказывается, очень часто подход непрерывного обучения, что противоречит вообще концепции, ну, нормального управляемого качественного бизнеса, там, да, когда есть затраты, есть процессы, есть результаты, ты должен оценить, хорошо или плохо, там, ну, идти или не идти дальше. Хотя, может быть, в госструктурах как раз и хорошо. То бесконечно зарядил там, в бюджет поставил, тратишь, 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 нет? — Ну, Вы знаете, на самом деле, во многих госструктурах более прагматичный поход, нежели в российском бизнесе. И для нас, для меня, конечно, тоже носит некое противоречие. Наш бизнес взрослеет, да, вот российский бизнес, это касается не только в целом, там, да, вот понимания уровня владения языка и развития бизнеса. Если мы говорим про функциональные особенности, управление кадрами тоже одна из тем, которая, скажем так, взрослеет. И я акцентирую Ваше внимание на том, что многие процессы становятся бесконечными, неизмеримыми, потому что, скажем так, да, это часть корпоративной культуры компании. Во многих случаях английский язык – это отличная лакусом бумажка корпоративной культуры. Потому что, ну, в современном бизнесе нам приходится общаться с внешней средой. И если в компании отношение к языку, как часть политики описывается бенефиц, то понятно, да, куда ориентирована компания, каково и будущее, какова стратегия. И вообще, насколько между бизнес-стратегией и обычными процессами в управлении персоналом, в развитии персонала, какова связь? Вы упомянули Чаров. Вот по Вашему взаимодействию с HR-директорами, вот система обучения языку встраивается в какие-то там, например, системы оценки персонала, его мотивации, роста? Конечно. А вот как это происходит? Они Вам как бы говорят, что, ребят, вот Вы обучите, ну, и мы Вас вставим в какую-то систему, или Вы, например, тоже выступаете с инициативами какими-то? Конечно, мы являемся партнерами. Традиционно мы консультируем все, что связано с компетенцией, с языком. И традиционно мы настаиваем на том, чтобы стать частью и квалификационных требований, занимаемых должностей, и оценки деятельности сотрудников с точки зрения развития планов развития и так далее. У нас есть отличные инструменты, которые могут позволить померить и результат, и прогресс, и те достижения, которые сотрудники индивидуальным, команды целые, регионы, подразделения оказывают с точки зрения прохождения обучения. То есть, это, в принципе, все встраивается в HR-бизнес-процессы очень эффективно. Хорошо. А с государственными компаниями кто там является заказчиком, по какой причине? Министерство эконом-развития, или внешэконом-банк, или кто? Кто заказывает? Мы работаем со многими госструктурами, но я могу вам в качестве таких интересных примеров рассказать о партнерстве с региональными гостями. Сейчас многие регионы традиционно борются с точки зрения привлечения инвестиций, развивают свои связи с внешним миром, привлекают инвесторов, технологии, рабочие места в том или ином регионе. И для них, конечно, уровень владения языка населением – это важный элемент создания конкурент-преимущества. Ну вот, в качестве примера могу рассказать о нашем проекте с Республики Татарстан, с Министерством образования Республики. Год назад мы запустили проект, ориентированный на систему образования, на среднюю школу. Мы протестировали всех учителей английского языка в Республике Татарстан. 3400 сотрудников учителей английского языка померили уровень владения языка. 80% учителей английского языка не смогли сдать тест ЕГЭ. Ужас какой? У нас с вами ждет в ближайшие несколько лет ЕГЭ по английскому языку обязательно. Запустили нашу программу обучения, использовали самые современные интерактивные технологии. Это еще одна, кстати, очень интересная тенденция в обучении языку, используя интернет. Через полгода померяли результат. 80% учителей уже успешно сдавали квалификационные требования. Через год с окончанием процесса обучения 90% преподавателей вышли на очень высокий уровень владения языка. Это адванс или апрэдванс. Это, в принципе, уровень носителя языка. При этом правильно я понимаю, что все это обучение происходило как раз-таки с помощью интернета? Абсолютно. Знаете, здесь прелесть в том, что за каждым учителем порядка 100 детей. То есть, можно себе представить, что 30 тысяч детей в Республике Тарстан сейчас получает один из самых высоких уровней образовательных услуг. Хорошая история. Оказывается, хорошее история. У меня тогда вопрос, а как с помощью интернет-технологий получается повышать уровень, как вы говорили, активного разговорного языка? Все-таки интернет это как-то… Александр, вы абсолютно правильный вопрос задали. В современном мире человек учится у человека. И мы используем интернет для того, чтобы донести наши академические разработки до максимального количества студентов. То есть, просто по скайпу все равно человек с человеком? Ну, это некий аналог скайпа. В 1995 году мы создали школу вместе с компанией Apple в EnglishTown, в которой сейчас обучается порядка 15 миллионов студентов. Каждый учитель подключается, сидя, например, у себя в пригороде Лондона, к разговорному классу. Эта школа действует 24 часа, 7 дней в неделю, то есть, круглые сутки. Вы в удобный язык. То есть, ты учишься у английского, живого, настоящего преподавателя. Мы с вами в нашей средней школе учим язык с нашим российским преподавателем. В данном случае интернет дает вам возможность получить доступ к лучшему в мире преподавателю. Слушайте, хорошая и интересная история. Тогда получается, что и оплата такая индивидуальная, да? То есть, преподаватель поплоше, там, 50 долларов в час, преподаватель, там, самый лучший в мире по рейтингам, 300, или как это устроено? Но вот интернет, он, кажется, позволяет получить доступ, и с точки зрения экономики, это наиболее привлекательная стоимость. То есть, там, самый лучший преподаватель, самый лучший? Абсолютно верно. Но и по высоким ценам. Цена, там, несколько раз ниже, чем при общении с живым преподавателем, сидя в разговорном классе вот сейчас. Ага. А тогда хорошо, да? Давайте перейдем к вопросам бюджетов. И поскольку, все-таки, мы говорим в большей степени о корпоративном образовании, вот компании, во сколько обходится обучить сотрудника, ну, с нулевого уровня, так сказать, до какого-то там приемлемого, как это вы считаете? Какой уровень там должен быть? Можешь еще добавить, с точки зрения, как раз, может, методики, как раз, сколько это занимает времени, да? Сколько времени? Говори про технологию. Самое главное, меня заинтересовало понятие результата, что вот вы гарантируете результат, вот, и как это меряется, особенно вот в интернете даже есть. Ну, вот, использование современной технологии дает нам отличную возможность анализировать прогресс студента, его дисциплину, посещаемость школы, в которой происходит... Школы виртуальные, да? Школы виртуальные, абсолютно. То есть, обычная школа, которая перенесена в виртуальное пространство. С точки зрения ценообразования, стоимость одной годовой лицензии 24 тысячи рублей. А что такое годовая лицензия? Это лицензия, которая позволяет получить доступ 24 часа в сутки на ближайшие 35 дней в году. Вы учитесь по своим индивидуальным графикам. Одному человеку? Одному человеку. Ну, вот, если мы говорим про... Сейчас, 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 стоп, 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 подождите. 24 часа в сутки, 365 дней, 24 тысячи рублей. В год. В год. Да. А при этом, как количество занятий лимитировано... Неограничено, вы можете учиться хоть 24 часа в сутки. А человек учится с программой или там живой человек? С живым человеком. Хорошее дело. А как происходит тогда вот эта как раз обратная связь? То, что преподаватель ему рассказывает, а понимает, может быть, даже в записи, да, или как-то? Ни в коем случае. Это живой разговорный класс. Просто перенесет в виртуальный процесс. Есть учитель, есть доска, есть студенты со всего мира. Счет прелест этой школы в том, что там учат студенты со всего мира. Вот 80% вашего общения за рубежом – это общение не с носителем языка. Это китайцы, французы, бразильцы. Для кого английский язык также является неродным. Использование нашей онлайн-школы позволяет вам получить этот дайверсит. То есть умение воспринимать на слух речь иностранцев, которые говорят на английском языке. Диалекты, произношения и так далее. Ну, как раз ровно тот международный английский язык. Абсолютно верно. И вы получаете доступ ничем не ограниченный. Ни во времени, ни в пространстве. Можете подключиться в транспорте. Можете на рабочем месте. То есть в момент подключения вы просто запрашиваете какой-то коннект, и вам свободно преподавание... Каждый час открывается класс разговорный, в который вы попадаете и учите язык. А, преподаватели разные все время. Конечно. И поэтому вы не можете вместо себя кого-то там другого подсунуть. Подождите, подождите. В изучении иностранного языка есть последовательность. Абсолютно. То есть я закончил урок, то я же не могу перескочить на какого-то другого преподавателя. Как это все устроено? Урок длится 45 минут, по итогам которого преподаватель дает каждому студенту свою индивидуальную обратную связь. Что у тебя, уважаемый студент, получилось хорошо, что не очень, на чем акцентировать внимание. Какие вещи посмотреть для того, чтобы повысить свой уровень языка. Но у вас есть отличная возможность через 15 минут после окончания первого урока зайти на следующий урок. Темы уроков заранее известны, они на неделю вперед планируются. И подключиться к такому же разговорному классу, но с другими преподавателями, с другими студентами. Это позволяет вам, вот у нас традиционно у россиян есть некий языковой барьер, когда люди стесняются, когда люди боятся. Сейчас, сейчас, сейчас. То есть система, ты закончил урок, сдал тест, система определяет, усваивая емость, и переключает тебя на... Василий, если меня пригласить на следующий удач, я вам расскажу более подробно про эту школу, как работает. Когда первый раз вы попадаете в эту школу, вы регистрируете, вас система тестирует. И дальше создается индивидуальный учебный план, в соответствии с которым вы обучаетесь. Это обучение делится на две части. Самостоятельное обучение, когда вам приходится учить слова, правила, речевые конструкции, навыки произношения свои повышать. А потом вы попадаете в разговорный класс, где вы сразу практикуете полученные знания, полученные навыки. Ну и, соответственно, как бы система контролирует, какой твой урок, и подключает тебя к тому классу, который на этом же уроке. Абсолютно верно. И дальше она просто отслеживает ваш прогресс. И вот мы эту систему устраиваем в корпоративную программу обучения, когда четко каждому сотруднику ставим конкретные нормативы по обучению. Уважаемые сотрудники, если ты раз в неделю, в течение недели, в любое удобное для себя время, 4 часа тратишь на изучение языка, то мы гарантируем тебе, что в течение года пройдешь один европейский уровень. И это можно проверить? Абсолютно верно. Это все прозрачно. Мы видим 2-4 часа в сутки, кто учится, кто не учится. Кто достигает прогресса, кто не достигает целевых показателей. Мы можем, если нужно, не ради у студентов отключить обучение. Сейчас, Эдуард, когда обучается индивидуальный человек, я понимаю, он сам для себя ставит цель, сам для себя, если не выучился, сам виноват. А в случае с корпорацией, допустим, компания направила вам, заключила с вами контракт, направила 100 человек на обучение. Один побывал, один не побывал, у одного командировка. Василий, в абсолютно важную вещь затронули. Потому что мы с этого начали с вами разговор, когда компания должна ответить себе на простой вопрос. Кому нужен язык в повседневной работе? И, как правило, по итогам этого вопроса создается так называемая языковая политика. Когда четко прописывается, кому, в каком объеме, на каком уровне нужно вводить языком, для того, чтобы выполнять свои функциональные обязанности эффективно. И дальше уже на основе целевого уровня вводения языка создается индивидуальный план обучения. И человеку, сотруднику дается выбор. Уважаемый сотрудник, мы видим потенциал в твоем развитии, мы поможем тебе создать карьерный план, потому что язык тебе нужен для того, чтобы выполнять или иные функции, или расти в компании и так далее. Но будь любезен, выполняйте нормативы. Ну да, но если ты не учишься, ну что, как? Мы даем тебе инструмент один из лучших в мире, для того, чтобы ты повысил свою компетенцию. Но будь любезен, возьмите обязательства по... Понятно. Корпоративные лицензии и частные лицензии различаются по цене? Конечно. Наверное, да? Примерно? Ну, разница есть. Там скидки 50%, 70%. Ну что вы, не так сильно. Разница есть. Разница есть. Она зависит от объема, от сроков и так далее. Хорошо. Буквально последний вопрос. Ну, кроме английского языка, понятно, что это там база международная, все такое. Что сейчас компании наши, российские, куда они стремятся? Ведь по тому, какие языки заказывают, можно предположить в рамках всей страны, куда вообще мы движемся. Вот такой агрегированный показатель очень необычный. Ну, давайте я, может быть, отвечу вам с точки зрения географии и интереса к различным языкам. На первом месте, конечно, английский язык. 8% наших запросов связано с английским языком. Мандарин, китайский язык, это всего лишь 8% запросов. Вот есть предположение о том, что нужно учить китайский язык. Конечно, важно учить, но он намного более сложный. И в конечном итоге... Все китайцы будут говорить на английском. Вы абсолютно правы, потому что в Китае создана государственная программа, где все учили. Вы ответили на вопрос. Осталось 20 секунд. И вот пожелайте что-нибудь нашим телезрителям. Ну, мне бы хотелось, чтобы у наших с вами зрителей осталось ощущение, что российский бизнес может быть международным. И для этого не нужно быть большим бизнесом, крупным бизнесом. И маленький, и средний бизнес, просто повысив квалификацию сотрудников с точки зрения языка, может начать конкурировать с компанией по всему миру. Предоставить доступ к информации и так далее. И второе, ну, у меня есть, знаете, очень хороший такой девиз. Граница моего мира – это граница моего языка. Россияне для себя поняли, насколько важен язык для будущего. Я хочу пожелать всем нам, чтобы мы больше знали иностранных языков. Спасибо. Дорогие друзья, в гостях у нас был Эдуард Балдаков. Вы смотрели программу «Технологии для бизнеса» и вели ее Василий Богданов и Александр Приколота. До свидания. До свидания.